Впервые в эфире для студентов автотранспортного колледжа прошел тест-марафон Москва-Владивосток. Он направлен на то, чтобы молодежь понимала, что водить автомобиль правильно и круто, это противоречащие друг другу вещи. Безопасность прежде всего, уверяют организаторы марафона, это и соблюдение ПДД, и технически исправный автомобиль. В 2009 году авария такая большая была по Сипаиловской, по улице Сипаиловской, все знаете, наверное, да? Когда фрейдлайнер спускался с горы и отказали тормоза, женщина в автобусе, когда погибла, фрейдлайнер, отказали тормоза, уже 60 км в час для него это огромное было практически, груженое. Он повернул правым поворотом на Биг-Бая, все эти бочки, груженные бочки покатились и на водителей, снес светофор, там погибла женщина, пассажирка автобуса. В принципе, всего этого можно было бы избежать, если водитель, прежде всего, сесть за руль своего транспортного средства, обеспечил бы безопасность, прежде всего, других участников дорожного движения. Основной из наших задач является понимание, как изменяется характеристика подвески автомобиля, в том числе амортизационного узла, от пробега, от состояния наших дорог, дорог Российской Федерации. В каждом из 17 городов автомобили будут проходить диагностику, и мы будем отмечать изменения, которые происходят в подвеске автомобиля. В том числе наш тест-марафон носит социальный характер. В каждом городе мы проводим занятия с школьниками, со студентами по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией МВД Российской Федерации. На безопасность большее влияние оказывает состояние амортизаторов, скоростной режим, соблюдение дистанции, ну и, конечно, мастерство вождения. Ограничение скорости по Уфе 60 км в час. Именно при таком движении есть возможность избежать плачевных последствий, говорят представители ГИБДД. Штраф за неисправность технического средства сейчас составляет 500 рублей, и его повышение пока не планируется. Кристина Дейнеку, Сафар Бахышев, телеканал ИУТВ. Продолжение следует...